В последнее время в Ноябрьске участились случаи хищения автомобильного топлива и аккумуляторов. Причем, как правило, такие кражи совершают подростки. Подобное уголовное дело недавно рассмотрел городской суд. В феврале этого года трое несовершеннолетних вынесли из частного двора в поселке четыре канистры дизельного топлива. Впоследствии воришек поймали. В отношении двоих подростков дела были прекращены в связи с примирением с потерпевшим. Как пояснил на суде мужчина, ему возместили причиненный ущерб. В отношении третьего несовершеннолетнего, который являлся подсудимым, уголовное дело было рассмотрено по существу, поскольку ранее данное лицо, данный подросток, был судим уже за совершение аналогичного преступления. То есть такая проблема действительно существует, когда лица чувствуют несовершеннолетний свою безнаказанность за ранее совершенное преступление. Его осудили по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он, назначив обязательное наказание в виде обязательных работ, он отработал эти обязательные работы, но должных выводов для себя не сделал и вновь совершил преступление. Было назначено наказание в виде одного года лишения свободы, условно с испытательным сроком один год шесть месяцев. Хотелось бы также отметить, что в настоящее время уже в случае неисполнения обязанностей, возложенных приговором суда на данного подростка, он будет направлен в места лишения свободы и будет реально отбывать наказание в виде лишения свободы.